МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы посвящаем 60-летию пионерской организации. В то трудное и героическое время, когда появились первые пионерские отряды, пионерских песен еще не было. Как же родилась первая песня юных пионеров? Об этом вспоминает известный поэт Александр Жаров. Это было в конце 21-го года. Я работал тогда в Центральном комитете комсомола. Очень ясно помнится одно заседание, на которое пришла Надежда Константиновна Крупская. Именно она предложила создать песню для первых пионерских отрядов. Боевую, пионерскую, новую песню. Секретарь Центрального комитета комсомола сказал, ну что ж, поручим написать первую пионерскую песню от Саши Жарову, то есть мне. Мне было тогда 17 лет. Я песен никогда не писал. Что делать? Надо искать мотив. Мы коллективно оперу слушали. Фауст. Понравился она ребятам. Особенно марш солдат. Какая оптимистичная, вдохновенная музыка. И вдруг вспыхнули слова. Взвейтесь, костра, синяя ночь. Мне виделись вечерние звезды, мерцающие над пламенем пионерских костров. Мы твердо верили в наше будущее. Мы начинали строить это будущее. Близится эра, светлых годов, Клич пионера всегда будет готов. Так родилась первая пионерская песня. Близится эра, светлых годов, Клич пионера всегда будет готов. Близится эра, светлых годов, Клич пионера всегда будет готов. Клич пионера всегда будет готов. Чудо-дерево растет. Кто в листве его живет? Кто живет? Конечно, птица. Вот сейчас она родится. Слышите голос из яйца? Значит, цыпленок уже родился. Теперь ему предстоит выйти на белый свет, Пробиться сквозь крепкую известковую скорлупу. Но природа позаботилась о цыпленке. Поворачиваясь вокруг себя, он открывает яйцо, словно консервную банку. А консервный нож у цыпленка на кончике клюва. Вот он, твердый резец, который называется яйцевым зубом. Этот зуб нужен цыпленку только один раз в жизнь. Потом цыпленок его сбрасывает. Ну а если зуб не отстает, помогут друзья. Вот какое удивительное приспособление подарила природа птицам. А на этой ветке что же? Винт? Пружинка? Не похоже. Это мчится по планете. Сильный ветер. Страшный ветер. Мы в лаборатории Московского университета, где ученые создают теорию происхождения урагана. Сейчас они нальют бак в воду и скажут. Представим, что мы в океане, тропикам. Ласково греет тропическое солнце. И вода, конечно, испаряется. А солнце все припекает. И пар над океаном становится все гуще и гуще. Воздух разряжается. И вот сейчас... Подождите, мы еще не установили научную аппаратуру. Это же эксперимент, а не игра. Так, в океане все в порядке. Но что это? Ветры с четырех сторон бросаются навстречу друг другу и закручивают водяной пар столбом. Столб растет, поднимается до самого неба. Это уже настоящий смерч. Грозный и древний враг человека. Вот так в океане гигантский волчок испарений закручивает вокруг себя массы воздуха. И летит в эфир страшная весть. Всем, всем, всем. Ураган. Родился ураган. Для того, чтобы понять, изучить грозное явление природы, ученые фотографируют ураганы из космоса. А в лаборатории создают безопасную, но точную модель урагана. Кто еще среди ветвей? Очень симпатичный смей. Заходите в гости к нам! Распоем частушки вам! Начинается частушка, пусть ребята подпоют. Под сосной стоит избушка, на поляне гости ждут. Улетел наш голубочек, за леса и за моря. Где же мы птенчик? Мой дружочек. Где же он? А вот он я. В горах ветры забывают, в замке мудрецы живут. Книжку умных читают. Что читают, не поймут. Интересная картина, поскорей биги к окну. Там папаша учит сына. Как учили в старину. А мы пропели вам частушки и закончили рассказ. Вам понравились игрушки? Ну, а кто же сделал нас? Сделал эти игрушки. Москвич Евгений Семенович Прижогин. На работе он инженер, а дома сказочник. Это, ребята, очень интересно. В свободное время что-нибудь придумывать и делать своими руками. Журнал «Хочу все знать».